Человеком получается своего города. Ты тебе что, страны всей мало или что? Мне мира мало. Мне мира мало. А, Маш, это тоже Владимир Стопа. Мы с одного города, мы с Полиной знакомы. Девчата, познакомьтесь. Что ты делаешь? Тебе все плевали на мои чувства знакомых. Мы летом отдыхали все в одной компании. Я спала с ним в одной комнате, а Полина за стенкой. Полин, как тебе этот разговор, что происходит? Риту я знаю давно. Она работала у меня в салоне хвосты администратора. Ну, пыталась устроиться. О том, что они женаты, я не знала. Насчет фиктивного брака, когда мы с Ваней начали общаться, мне сказали, что она устрояет какие-то посты, что-то пишет. Он мне рассказал, что у него был фиктивный брак. А ты кому больше веришь? Я верю в Ваню, потому что он ни разу не упоминал за все время. Иван, это твоя жизнь у тебя пришла. Твоя жена, твоя невеста. Что я, Ваня, для чего ты все это делал? Чего ты сюда приехала-то? А для чего ты это все устроил? Ты потому что я телефон не подарил. Телефон, не смешно. Ну, что я подарю тебе? Подожди, мы начали фиктивное отношение, если ты телефон должен подарить. Я объясню, у нее какое-то поменялось абсолютно давно мышление. Я всегда очень тепло с любовью относился к этой девушке. Мне очень жалко, я знаю родителей ее. Понимаешь, и то, что сейчас происходит. Это дно, понимаешь? Ты только себя сейчас, если честно, ставишь с плохой стороны. Да я ставлю себя с плохой стороны, мне стыдно, что ты туда пришла. Ты в нас, в себя. Мне стыдно, что ты со мной так поступаешь. Ты в нас поступаешь, фиктивный брак. Я не увезу тебя в эморию. Но я просто смотрю, сидит надея и завидую. Почему это все происходит не с этим? Какой-то комментарий, что я больше, чем уверен, что Ваня говорит правду. Здесь даже детектор лжи не нужен. Это очевидно. А Полина? Она лишняя на это праздники? Я знаю, что Иван с теплом на тости к Полине. У него есть свой план. А ты что, Полина, она заводит отношения с женатым мужчиной. Да какой-то подожди. Я тоже женатый, ну что? У вас был секс, а? Конечно. Ну какая-то фиктивность, если у нас был секс. Слушай, мы встречались в 2013 году. В смысле? Я понять не могу, что после росписи сидели с твоими друзьями и отмечали нашу свадьбу. Все друзья деньги на практику переводили, просто разговаривали с нас с развадьбой. Просто я... Охренеть! Охренеть! Тебя друзья поздавали со свадьбой, а сейчас ты говоришь, фиктивная свадьба. Ребят, мы каждый день пойдем в ресторан. Собрались здесь друзья. Леха, это мой друг, он знает, и он приколосывает, а я просто 30-ку мне скинул, а как-то вывозили, просто посидели. 30-ку на свадьбу мы скинули. Да, видимо, фиктивная вот так. Значит, так, давайте, нам нужно мнение эксперта Опенщенко. Ты к кому веришь, что происходит вообще? Я верю, девушка, в бане нет. Нет, я сейчас сижу и смотрю, как Ваня на авторитет медленно снижается до принтуса. Ты просто как уж на сковородке, вот серьезно. Набивался Христины, параллельно с Полиной. Захарова приедет с отпуска на свидание, с ним в ресторан поедем. И тут жена, и оказывается, что брак нефиктивный. Ты серьезно, Барзиков? Вот ты вообще не изрубишься. Да, конечно, давай мы все поленые тебе поверим. А вот эти вот три человека, я не знаю, четыре бабы, четыре бабы, все врут. Ну точно, по-любому, мы же все дураки здесь. Пока, девушки, я сообщаю вам о том, что вы остаетесь на телепроекте Дом-2. Мы будем в этой ситуации сложнейшие разбираться. Но это еще не все. Дело в том, что сейчас к нам пойдет еще...